Модели динамических систем описываются обычно с помощью дифференциальных уравнений. Давайте рассмотрим, как можно решать обыкновенные дифференциальные уравнения с помощью языка Джулия. Рассмотрим растеющее дифференциальное уравнение первого порядка. Вот такое вот. Уштрих равно f от УПТ, где Т время. Тут мы штрихом обозначим производную по времени. Но на самом деле часто ее обозначают с помощью точки. И П – это набор параметров. И у нас задана начальная задача. То есть значение функции У в некоторый начальный момент времени. То есть У от Т 0 равно У ноликовое. Так. Уточним функцию. Будем рассматривать модель Мальтуса. Или модель экспоненциального роста. Ну тут все, что угодно можно рассматривать. Ну вот такая вот смешная задача про рост биткоина. Наверное, так как хотели бы люди, чтобы он рос. У нас есть некая начальная задача. Есть коэффициент роста. И есть промежуток времени, за которое мы должны посчитать изменения цены биткоина. Вначале подключаем пакет Differential Equations. Это достаточно большой пакет. Он включает большое количество других подпакетов. И теперь записываем, собственно, нашу задачу. Функция у нас простая, поэтому записываем ее в виде строчки. Вот такой вот. Задаем начальное значение. И промежуток времени, в который будет происходить расчет. Ну и, собственно, с помощью ODE проблем создаем функцию проб, которая, собственно, и описывает наше дифференциальное уравнение. Структуру этой функции смотреть мы не будем. Нам это пока не интересно. Ну и с помощью функции Solve мы решаем наше уравнение. Вот уравнение решено. Тут у нас определенное количество значений по времени. и значений по значению функции. Обратите внимание, что тут у нас написано, что все промежуточные значения считаются интерполяцией, которая задается, опять же, с помощью пакета Differential Equation. по внутренним каким-то параметрам, по каким-то алгоритмам этого пакета. Ну и теперь, естественно, что мы хотим? Продемонстрировать наше решение, то есть построить график. Будем использовать Matplotlib. Matplotlib мы используем, наверное, больше из-за того, чтобы нормальные подписи получить. Ну да, действительно похоже на экспоненциальный рост. Достаточно быстрый экспоненциальный рост. Вот очень бы так хотелось, чтобы наше богатство возрастало. Ну, можно как-то украсить наш график. Вот таким вот образом. Ну вот для вот этого доллара и для русских букв мы, собственно, Matplotlib и использовали. Также можно добавить дополнительные элементы на график. Ну, как вы помните, у нас, кроме функции Plot, есть Plot с восклицательным знаком. Это значит, что она изменяет, эта функция изменяет предыдущий график. Давайте нарисуем. Мы добавили, собственно, аналитическое решение. Вот мы записали функцию, которую... Уравнение-то простое. Аналитически решается функция, которую мы записали, которую мы рисуем. Написали, что она будет пунктирная. И название аналитическое решение. И что мы видим, что аналитическое решение отличается от того, что мы насчитали. Ну, в целом-то похоже очень, но не всегда и не везде. Мы можем вытащить... Вот у нас решение Sol. На самом деле, это достаточно сложный комплекс. И Sol.t выдаст нам значение времени. Вот эти значения времени. А Sol.u выдаст значение функции. Ну, если мы хотим, мы можем обратиться к вектору этих функций. Фактически каждое значение соответствует определенному моменту времени. Вот мы можем с ним делать все, что угодно. Вот сейчас такую глупость сделать. Сложили время со значением функции. То есть, с помощью функции мы записали все, все вот это вот решение в виде кортежа. Массива кортежей. Да, вот так. Каждый кортеж состоит из вида решения время. И мы для каждого кортежа из этого массива сделали сумму. Получилось время 0 плюс значение функции. Ну, вот что-то это непонятное, но, в принципе, возможное вещи. Ну, и теперь мы просто распечатали опять эту функцию sol, не функцию, этот объект sol. И, как уже мы знаем, мы можем найти значение не только в точке, которая тут прописана, но и в некой промежуточной точке. Ну, вот, например, четырех с половиной. Ну, вот это вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Между десятым и одиннадцатым, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, вот, между шестью и шестью, и сто сорок, и восьмью, восемьдесят два. Да, вполне похоже на решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова